Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты сильнее пирата, считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк? Это у нас и долгожданная игра ТАПС. Мы сегодня с тобой начнём проходить новую кампанию. Окунёмся в глубины Атлантиды, здесь 40 битв. И начинаем с первого уровня нашей пиратской карты. Здесь уже стоят такие крутые пираты, они что-то замыслили. Даже есть пираты, которые будут стрелять взрывными стрелами. Вот какие стрелы прикольные. И мы с тобой, бро, высаживаемся на этом корабле на этот пиратский остров. Нам даётся 3500 золота, чтобы купить любых юнитов здесь в игре. Возьмём вот таких вот копейщиков, древних, которые будут копья кидать. Главное, чтобы пираты их вообще здесь не раздолбали. А сзади будут здесь прикрывать обычные лучники. Вот пусть стоят, постреливают. У нас ещё сотня осталось. Купим ещё одного копейщика. Также буду играть за копейщика. Вот я копейщик. Тут вот пираты идут. На! Кинул! Офигеть, они отбивают копья! А почему они это делают? Сейчас под контролем пиратов. Так, кида ещё копьё. Ну! Я умер! И взорвался! Что за безумие происходит? Они обладают какой-то магией. Ну да, магия. Потому что это не просто пираты. Это же скелеты! Я вижу, что моя тактика не сработала. И вообще раздолбали всю мою армию. Только лучники остались. И те долго не продержались. Значит, пираты против пиратов. Только это пираты-трупики. А я поставлю пиратов в обычных, живых юнитов. Давайте вы должны всех завалить. Мушкет. Он непобедимый. Я тоже буду за него играть. Побольше. Также давай гарпунчика поставим. Вот три штуки будет. Они довольно дорогие. Давай побольше здесь поставим. Чуваков с бочками. Как же я давно не играл в эту игру. Но пришло время вернуться. И посмотрим, что с этого выйдет. Вот мои бойцы готовы. Я тоже здесь вселяюсь в одного из пиратов. И давай, я иду вперед. Ребята, разбирайтесь с этими пиратами-скелетами, которые сзади. Я пойду сам на толпу. Огонь! Пыщ! Я живой! Я выдержал. А, ко мне вот прицепилась, смотри, стрела. Взрывная, тыщ. Блин, взрывная стрела валит этого юнита с двух выстрелов. Здесь сорок битв. Мы с тобой не можем даже первую пройти. Ну давайте, ребята, держимся. Гарпунчики вроде бы неплохо справляются. Они берут, подтягивают к себе этих скелетов, а потом с ноги их пинают. Завалил хорошо. Только косточки посыпались. Вот скелеты остались. Пиратские лучники. Смотри. Быщ! Взрывают. Гарпунчики, вперед! Еще парочку гарпунчиков живых есть. Да не туда вы стреляете. Вот взрывная стрела в гарпунчика пролетела. Погиб гарпунчик. Вот эти вот пираты очень опасные, которые со стрелами. У нас есть минотавр за 1600. Он будет прям всех гасить. Одного стрелка и одного дуэлянта. Я беру дуэлянта, сразу бью по пиратам. Давай, давай! Отлично. Пока не будут бегать за минотавром, я их сдалека порешу. Смотри, как хорош дуэлян тоже бьет. Валим с левой стороны. Завалил. С правой стороны. А вот еще. Давайте, ребята, держимся. Завалили нашего быка. Ай, завалили чувачка. Вот один лучник остался. Ай-яй-яй, уклонился от лучника и от пирата. Фух, я прошел. Битва номер два. Пираты окружили меня уже на корабле. Кто здесь? Тут никого нет. Одни мечники будут. И здесь пираты. Тут лучник сзади один. И тут лучники есть. Блин, много лучников. И тут лучники! Давай фермеров. Они дешевые, ребята. Просто затыкайте противника своими вилами. Кого мне еще? Тележка! Точно, возьму тележку и просто уеду от врага вот туда. Вниз. Это будет забавно. Давай еще много фермеров. Давайте фермеров. Главное, своих тут не столкнуть. Я на тележке сейчас уеду. Поставил 40 юнитов. Так, вселяюсь в тележку. Погнали! Вниз едем! Почему не едет? Поехали! Тележка застряла, что ли? Колесо застряло. Что происходит? Я управляю тележкой. Она не едет, бро. Отключаюсь. Вот, она застряла, тележка. Капец. Вот, поехала! Молодец! Куда ты? Куда ты попер, чувак? Что здесь происходит? Взял, утонул. Дурак на тележке. Ну, едь, выезжай. Что происходит? Он живой, он дерется. Пока что он жив. Давай я попробую взять снова дуэлянта. Попробую убежать. Чуваки, которые будут бросаться динамитом. Ребята, взорвите всех. Кактус есть. Я сажусь в дуэлянта. И давай попробуй убежать. Ну, одна секунда. Снова под контролем. Но! Стреляй! Он не хочет стрелять. Дружище, давай, прыгай назад. Отпрыгивай. Ну? Мои чуваки живы. Хорошо. Сзади лучники остались. Вот еще этого пирата вблизи. Давай, потушу. Там тоже лучники. Только дуэлянт может с ними разобраться. Вырубили последнего моего человека кактуса. И победа. Нажимаю таб. Проходим на новый уровень. Но здесь уже больше мест для того, чтобы как-то разместить мою команду. Уже получше. Давай посмотрим, что здесь нам подготовила игра. Это моды, сделанные обычными игроками, бро. Ого! А что это такое? Какие-то новые скелеты с пистолетами и с мечом. То есть, значит, у них очень много хп. Угу. Но они далеко от нас. В принципе, я думаю, что мы можем их убить издалека. Вот мушкетеры. Ребята, вы должны завалить противника. А тут тоже сверху есть, смотри. Их очень много. А вот стоят мушкетеры. Они как раз будут вдаль палить. Спереди поставлю чуваков с двумя стволами. Сюда. А вот тоже, смотри, со стволом будет. Они, может быть, хоть как-то задержат противника. Тут ставим. И тут поставим сразу, чтобы их вырубили. Я думаю, что победа должна быть с первого раза. Вот гарпунчика еще поставим. Который тоже будет отвлекать противника. Let's go! Поехали! Можно даже понаблюдать, работает моя тактика или нет. Так, этих вырубили. Гарпунчики пошли вперед. Ты еще подтянул. Давай, бей. Сразу косточки посыпались. Вот толпа. На, бей, бей по ним. Они идут. Гарпунчики вперед. Они отбивают гарпуны. У них тоже гарпунчик получается. То есть он не стреляет своим револьвером. А просто это гарпун такой. Ну давайте, гарпунчики, огонь. Снайперы. Ты еще гарпунчик против гарпунчика. И здесь последний лучник. Давай, тащи его. Вали. Выжил, конечно, после взрыва. Кто еще остался в живых? А вот, смотри. Один лучник. Отлично вырубили его. С мушкета? Мои снайперы-мушкетчики. Мушкетеры. Кто еще остался? Отлично. С первого раза мы с тобой прошли. Вот враг. С левой стороны на корабле. Давай посмотрим, кто же здесь у него. Снова этот гарпунчик. А нет, здесь какой-то новый юнит-пират. Он будет ворон бросать. С этой стороны с воронами. Тут с воронами. И здесь. Это что-то похожее на чучело. Давай мы тут поставим вот таких вот чувачков, которые будут на себя принимать урон вражеских ворон. Дикого запада поставлю динамитщица. Вот она с динамитом, чтобы бросала. Сюда динамит. Давайте. Закидайте динамитом. Главное, чтобы свои не подорвались на этом динамите. Сзади я поставлю вот этого стрелка. Смотри, за 650. Где пули будут с неба падать. Орлиный глаз. Снайперы. Одного снайпера. Я буду снайпер. Орлиный глаз. Вот я вселяюсь. Так, кого я выберу? Вот сзади. Ну. Тыщу бил. Перезарядка. 4 секунды у меня. Идут пираты. Огонь куда-то вдаль. Вырубил. Хорошо. Перезарядка. Вот еще лучника. Вырубил лучника. Давай, давай. Еще, еще валим пиратов. Ничего себе. Первые уровни были сложные. А здесь мы всех вырубим. Кто под кораблем остался? Покажите его. Куда вы идете? Не топитесь. Зачем вы в воду пошли? Это ловушка. Это магия. Он на дно пошел? Смотри, чувак с пистолетом пошел на дно. Он не умирает? Он умер. Да не может быть, чтобы кто-то был на дне. Они бы умерли. Значит, кто-то на корабле. Вы не туда пошли. Это все магия. Это не по-настоящему. Я проверю, кто здесь. На корабле остался. Может быть, кто-то забаговал в текстурах. Вот пират остался сверху. Смотрите. Вы не туда пошли. Тыщ. Я прикончил его. Смотри, головешка отлетела. Четкий выстрел. Снайпера. И позвоночник тоже улетел. Прошли уровень. Снова пираты меня окружили. Мало места для того, чтобы поставить свою армию. Кто это такие? Это какие-то рыбоголовые монстры. Ничего себе. Что это за страхолюди какие-то? Рыбоголовые люди. Очень много пиратов. Это все магия. Ставлю очень много фермеров с вилами. Все-таки я думаю, что пираты не смогут всех вырубить. Будем брать количество. Уже у нас 20 юнитов. 30 юнитов. Пугало. Давай поставим. У пугало зарядка долгая. Пусть здесь стоит. Можно змея лучников поставить. Пусть змеи сами будут бегать и валить врага. Я тоже буду играть за фермера. Я фермер-моблер. Я всех завалю. Куда мы идем? Я против рыба-человека. Он меня с удара потушил. Это жесткий противник. Конечно, такое длинное весло. Давай, змея, кусай этих рыболюдей. Змеи за жопу кусают. Смотри, за жопу схватила змея, укусила и умерла. У него жопа какая-то ядовитая, потому что змеи. Умирают. Давай, змея, кусай, кусай этого человечка. Победа. Смотри, потушили всех. Моя тактика сработала. Этот фермер даже глаза закрыл. Он не хотел смотреть на эти ужасы. Рыболюди страшные. Движемся дальше. Мы с тобой прошли раз, два, три, четыре, пять уровней. И вот еще сколько осталось. Очень много. 35. Понятно, что мы сегодня за ролик все не успеем, но продолжим сражаться против пиратов. Шестой левел. Воблер и его подписчики не сдаются. Снова рыболюди. Это что за осьминог такой? Ой, дяденька, ты кто такой вообще? Офигеть. Какой же он страшный. С той стороны тоже он будет? Да, тоже есть. Это какие-то новые юниты против нас. С веслами. Я думаю, что тут надо поставить динамит. Подруги с динамитом пусть разбираются. Закидайте всех динамитом. Много взрывов. Вот подальше от весел, чтобы они не успели веслами вас вырубить. Все взорвем. Будет огромный бадабум. После этого человек кактус. Он же будет стрелять. Давай тут в центре. Он же должен быть сзади динамита. Много людей кактусов. И еще один динамит. Посмотрим, что будет. Не буду никем управлять. Будем чисто наблюдать. Давайте вперед. Как моя тактика сработает? Полетел динамит слоу-мо. Смотри. Динамит прямо возле моих юнитов падает. Нет. Полетели шипы от кактуса. Давайте, ребята, валите всех. Человек кактус взял за спину человека рыбу. А сзади еще эти вороны взрывные. Валите ворон. Смотри, вороны все с шипами летают. Вроде бы кактусы выжили. Непонятно пока что происходит. Давай, вали. Это была динамитчица. Поражение. А на что способны вот эти чуваки? Кальмары. Получеловек, полукальмар. Моя тактика не сработала. Опасные типки такие на самом деле. Вот давай мы сюда ставим. Сюда, которые с неба будут болеть. Вот эти маленькие чувачки, которые будут прыгать. Они как раз будут отвлекать противника. Они дешевые, по 50 золота стоят. Вперед. А я буду играть за этого чувака. Ну, попробуем вырубить. Я целюсь в него. 10 секунд перезарядки. Долго. Я попробую уйти на корабль. Да и огонь. Бью по кальмару. Давай. Пули с неба. Вырубил человека кальмара. Хорошо. В меня прилетела взрывная стрела. Вот этот опасный лучник. Валите от этого лучника. Вот он стоит. Нубик. Огонь. Пули с неба. Они стреляют вверх. Выбирают как-то траекторию. И видишь. Скелет просто, смотри, рассыпался. На мелкие кусочки. Смешно. Давай посмотрим, что здесь нам подготовила игра. Так, мы будем здесь ставить армию. Возле золота. Можно даже наверх кого-то поставить, чтобы враг не достал. Что это такое? Человек-акула. У него в одной руке рыба. Живая, потому что рыба моргает. Смотри. Рыба живая. Это гарпун. Какой-то страшный у них босс. А это что такое? Человек-улитка. Офигеть. Это снайпер, смотри. Голова улитки. Реально страшная рыба. И здесь уже другие рыболюди. Красные какие-то. Они между собой будут драться? Это враги или кто они вообще? Непонятно. Мне дается 4500 золота. Я хочу взять змея лучников. Пусть они стреляют своими змеями. Сами всех кусают. Зевса можно выбрать. Я буду воблер Зевс-громовержец. Как-то там воюют. Непонятно. За кого? Против кого? Вот надо босса завалить. Я промазываю молниями своими. По-моему, эти рыбы, они за меня. Потому что они красные. Или кто за меня? Победа. Это был босс Акула. Я красный. И вот красный. То есть мне надо было защитить вот этого чувака. Это моя команда. Блин. А я по нему стрелял. Надо было валить синих. Но мы победили, конечно, без моего участия. Сильно-то. Вообще безумие какое-то. Ну ладно. Победа нам засчиталась. Что здесь? Вот это мои. Их надо защитить. Вот это враги. Кого мы еще не ставили? Давай валькирий поставим. Вот валькирии будут летать и со всеми драться. Давай возьмем одного стрелка. Пусть он с неба стреляет. Парочку кактусов. Вот даже одного. А парочку не хватает. Я вселюсь. Человек-улитка. Я, наверное, снайпер. Выходим на цель. Куда стрелять? Вот рыба. Промазал. Перезарядка 10 секунд у меня. Я иду сражаться с противником. Ну, давай стреляй. Огонь. Попал, не попал. Блин, у меня улитка на голове присосалась. Она высосет из меня мозги все. Я буду без мозгов. Может быть, я уже без мозгов. Блин, так это я, улитка. Ну, огонь. Да, это я попал. Видишь, то есть этот персонаж и есть снайпер. Что ты делаешь? Ты что, своего душишь? Это же твой чувак из команды. Может быть, это у них тактика такая? Они типа вдвоем идут. А может быть, это предатель кальмар. Он хочет своего задушить. И видишь, что происходит? Такая злая улитка. Это я была злая улитка? Ну да. Это же я стрелок. Победа. Нам засчиталась. Круто. Давай посмотрим, против кого мы вообще будем сейчас. Вот это что такое? Это что-то новое. Это краб. Прикольно. Вот это наша команда. Вот улиточные красные. С каких пор они за меня? Или я за них? И враги повсюду. Здесь тоже. А, здесь просто осьминог, а здесь крабуня. Я выбираю викингов. Есть ярлы. Очень крутой викинг. С огромными топорами. Варвары. Это те, которые прыгают вроде бы? Не, это берсерки прыгающие. Давай берсерков выберу. Берсерки, вперед! Сейчас они прыгнут. А, не хватает больше денег. Один берсерк только. И варвар. Вперед! Ребята, я буду играть за ярла с огромным топором. А ну иди сюда. Кальмар один на один. На! Вырубил кальмара. Он живой. Дышь. Да я его потушил. Я живой. Я ярл. На! У меня еще какая-то способность крутая. Иди отсюда. Рыба с веслом. Мы заряженные ярлы. Вперед! Где краб? Вот крабуня. Или это кальмар? Вы все толпой на меня? Ай, как же они меня вырубили? У меня было много хп взяли и вынесли. Они очень крутые читерские. Ну, ярл, бей! Потушил. Человека кальмара. Ну и еще. У ярла способность вызывать камни. Из-под земли. Вот! Кальмар остался. Ну, ярл, давай. Кто кого? Поражение. О! Танк-давинчи сейчас всех вырубит. И мушкетеры сзади. Главное, чтобы танк по своим же не стрелял. И за 200 давай лучника, который шариками стреляет. Вперед, танк-давинчи! Огонь! Современные машины против этих непонятных рыбок. Ну, как-то слабо он стреляет от танк-давинчи. Куда он бьет вообще? В правую сторону. А в левую ты не хочешь стрелять? Вот, да, идет. Давай, краба выруби. Краб живой. Еще раз попал в краба. Краб живой. Два попадания от этого танка пережил. Давай еще. Стреляй, стреляй. Сейчас краб свои клешни всунет. В наш танк-давинчи. Все, краба вырубили. А вот, смотри. Кальмар, иди утони. Ты же в воде должен быть. Танк Леонардо да Винчи стреляет. Хорош. Смотри, танк едет. А внутри сам Леонардо да Винчи сидит. Он видишь? Да, покатил. Где враг? А вот, смотри, спрятался. Это капитан их? Прыгай в воду! Он стал в смешную позу. Он просто хотел из корабля катапультироваться. Может сюда даже спрыгнуть. На балкончик. Но у него ничего не получилось. Бро, победа у нас! Фух, мы выбрались с этих кораблей. И с тобой уже продолжим в следующем ролике битву на земле. С тобой был Воблер. Игра ТАПС. Оставайся на канале. Смотри другие видео. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok